У нас пациентка 56 лет с умеренными жалобами на вялость, сонливость и падение волос. Мы смотрели эту пациентку в октябре. Сейчас вот по прошествии полугода повторный осмотр. Выводим правую долю 14 на 13 миллиметров. Вывожу трапецию. Длинник не менее 54. Если у нас будут потом проблемы с пограничными значениями по объему, мы можем перейти в конвексный датчик и перемерить. Если они будут от границ отходить далеко к середине, то можно остаться при таком измерении. Левая доля. 10.13 И длинник третий размер левой доли 49. Остался перешейк. 1.4 И теперь оцениваем эхо-структуру. Мы видим два узла. И можем начать с узла в левой доле. Вот мы находимся в продольном сканировании. В центральной части левой доли видим изоэхогенный узел 6 миллиметров. На глаз он умеренно овоидный. Перехожу в поперечное сечение. Такое же визуальное впечатление умеренной овоидности сохраняется. При таких размерах достаточно ограничиться максимальным, наиболее крупным. Еще раз перемеряю. Также около 6 миллиметров. Говорю около, потому что мы видим его контуры не идеально четкие. Поэтому если даже максимально увеличить и прицелиться, то соответственно здесь Некоторые погрешности в измерении вполне естественно могут быть. Кровоток в паренхеме умеренно усилен. Интересно. Вот эта анахогенная полоска, это судя по всему мелкий сосуд. А вот тот узел, который рядышком был, он таким сосудом не окружен. Вот еще раз видим прямо сосудистое витвление. Вот так вот. Это нижняя щитовидная артерия. Видим, как у нее несколько веточек расходятся в разные стороны. И просто еще разок хочу, чтобы мы их сопоставили друг с другом. Вот это узел, а это иллюзия узла. Иллюзия, обусловленная тем, что просто рядом проходят сосудик, который его как бы окаймляет. А вокруг узла настоящего тут мы сосудов не видим. Мы сейчас с коллегами подсчитывали категоризации террас. И поэтому сейчас можем прямо повторить эту процедуру шаг за шагом по вот этому узлу, который мы указали. Это 6,2 балла. Структура у него солидная. 2 балла. Эхогенность у него... Он изоэхогенный. Практически такой же, как окружающая ткань. Ориентация он шире, чем выше. Край ровный или не определяется? У него определяется с трудом. Можно выбрать и то, и другое. В равной степени определяется как ноль. Эхогенные включения отсутствуют? Или хвост кометы? Нет у него эхогенной включения. И совокупно... Я тут просто промахнулся, извиняюсь. Совокупно мы получили террас 3 у этого образования. Теперь мы идем на следующий узел в правой доле. Он находится в нижнем полюсе. 10 на 2. И если переведем... Поперечное сечение, то третий размер... 7, 10... 8, 7, да? По глубокому полюсу у него видим маленький такой... Анахогенный... Участочек. Включили ЦДК. Там кровотока нет. То есть он... Калоидный участок. Вот здесь. А у самого узла... Воскулиризация периферическая. Интересно, что это... Выше, чем шире, шире, чем выше определяется преимущественно визуально. Но впечатление, что он выше, чем шире, здесь присутствует и подтверждается тоже вот таким измерением. Измерением, да? Еще раз хочу подчеркнуть, что выше, чем шире, именно в поперечном сечении мы должны оценивать. Теперь смотрим на его структуру. Это откровенно солидное образование, хотя вот полоску мы там видели крохотную. Мы говорили, что солидное после того, как там от 20% и приближается к 50% жидкостной компонент. Тогда мы отходим от солидности в сторону солидно-кистозного. Эхоструктура... Что мы про нее скажем? Что она умеренно неоднородная, да? Здесь видим эхогенные включения по глубокому полюсу, которые тени не имеют. В то же время, если даже их пытаться измерять, то они как микрокальцинаты восприниматься не будут, да? Они все-таки около миллиметра. Но точечные эхогенные включения, мы их так обозначим. Вот они. Мы их сейчас видим. Точечные эхогенные включения. Давайте, не заканчивая исследование, заполним эти характеристики по узлу. Значит, у него размеры 10 на 7... 9 на 7 на 11. Вот так. Значит, делаем подсчет. У него структура солидная. Эхогенность... Что мы скажем про эхогенность? Что он все-таки воспринимается преимущественно по отношению к ткани окружающей, как гипоэхогенная, да? На фоне окружающей ткани щитовидной железы, он ниже. Значит, гипоэхогенная. Два балла нам добавляет. Ориентацию мы добавили. Выше, чем шире. Край ровный и имеет место точное эхогенное включение. Мы насчитали в таком случае ТИРАЦ-5. Рекомендована тонко-угольно-аспирационная биопсия под контролем ОЗИ. Пока мы смотрели визуально, у нас не было полного впечатления, да? Это нужно обязательно еще такое пошаговое измерение каждого параметра. Укажем, что он при ЦДК, авоскулярный узел. Значит, теперь мы вернемся для того, чтобы, во-первых, сопоставить с тем, что было у нас полгода назад. И второе, для того, чтобы проанализировать зону лимфооттока. Мы смотрим, но прежде всего, разумеется, с той стороны, которая является гомолатеральной узлом, здесь никаких подозрительных лимфатических узлов не выявляем. идем на левую сторону. Это сосуд. Я про вот эту структуру говорю, лимфатических узлов не видим. Никакой дополнительной информации, связанной с зонами лимфооттока не увидели. Итого, мы в заключении можем указать, что это узловая гиперплазия, и что узел еще разок я хочу вывести, чтобы мы на него смотрели и сравнивали с картинкой предыдущей. Узел в динамике от октября ну, как бы приблизительно таких же размеров, но не меньше, однозначно не меньше. Тут на миллиметр, может быть, в обе стороны увеличился. И по террац у нас добавилось до террац пяти. В октябре мы ставили террац четыре. Сумма баллов была шесть. Солидная была два балла, эхогенность и заэхогенная. Сейчас мы поставили гипоэхогенная, да? Ориентация шире, выше, чем шире уже была. По эхогенным включениям они были расценены на тот момент, как отсутствующий ли хвост кометы. Сейчас все-таки давайте для себя еще раз на них посмотрим. ну и располагаются они асимметрично эти эхогенные включения, да? То есть они собраны к нижнему полюсу. поэтому реально видим, что за прошедшие полгода у нас появился еще один узел, да? Маленький пока достаточно спокойный, но все-таки есть. И мы усугубили узел в правой доле тиратс 4 до тиратс 5. При таком заключении мы прямо конкретно напишем, у нас указано про тиратс 2, про образование 2, что рекомендована тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем УЗИ. Это укажем. Я все отпускаю. Вы все слышали, я думаю, что реально надо это сделать. Не делали. что это то, что не входит в тиратс дополнительно. Обратим внимание, но мы с вами по морфотипам это разбирали. Видим, что тут боковые латеральные акустические тени умеренно тоже асимметричны. И то и другое вызывает повод дополнительно необходимости контроля замечать эти тени. они. Вот они. узловая гиперплазия щитовидной железы или даже можем обозначить узлы. обеих долей. Образование 2 тиратс 5 рекомендовано. Лучше его обозначим как узел правой доли. 2 2 2 3 3 3 5 6 7 9 5 7 7 8 8 12